Друзья, здравствуйте. Еще один фильм будет. Сегодня 21 мая и вначале я вам прочитаю вот это вот письмо. Это очень важно, потому что человек занимается тем, что размножает мои семена. Для меня это очень важно, надеюсь, для всей страны, потому что нам нужны такие, знаете, передовики производства, как раньше говорили. Спасибо, Валерий Костинович. Я думал, что зря присылаю фотографии. Думал, что вы про себя ругаете и заполняю память вашего телефона. Наверное, уже многие присылают фотографии, поэтому не могу не поделиться с вами, но стараюсь делать умеренно. В эти выходные поборол себе такое желание, хотя мог прислать фотографию удачник Привок Черенков. Вот мой ответ. Ну вот, дружище, обижайте вы меня, обижайте. Я живу вашими письмами, вашими фотографиями, вашими отчетами. Так, вот это был мой ответ, и он мне присылает три небольших ролика. Совсем небольших, но даже это очень-очень нам пригодится. Вот сейчас спросите меня, с кем я сейчас говорю, как его зовут. Посмотрите его сходы, видели? А? Видели? Вот, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Антон Колесников. Ага. Сейчас, кстати сказать, это не просто Антон Колесников. Это, я уже его использовал, как сказать, у него есть друг Андрей. Тут он мудрился огромный сад вырастить, засадить его, чем попало. Применяю, не говорю плохие саженцы или хорошие. Я применяю слово, чем попало. Так. Так. Ну, Антон, давайте продолжать. Не удержусь. Красота. Посадка по железу, символическая прикопка. Красота. Еще красота. Еще красота. Теперь давайте мы с вами что-то пропустим. Ой-ой-ой-ой. Нет, ладно. Некогда мне раз. Мы же занимаемся очень серьезным делом, друзья. Так. Итак, еще было, что я в вебинар включил письмо про яблочки, дичавшие ранетки. Было. Теперь давайте вот эти три коротких прослушаем. Валерий Константинович, добрый вечер. Хочу вам небольшое видео снять. Вот мой сад, но не будем его там подробно показывать. Он туда довольно далеко уходит. Соток 15. Даже больше, наверное. Так. Вот поделюсь радостью. Смотрите, как ранетка отличавшая. Отлично сходит из яблочек, которые вы прислали. Два ящика. Груша уссурийская пошла. Вот. Это мой бархатамурский. Так. Первый фильм. Кусочек. Ой-ой-ой. Почему пишет не удалось? Я же видел его. Ой-ой-ой-ой. Так что творится такое? Ну-ка, а вот так попробуем. Памяти у телефона. Бывает у людей нет памяти. А у меня у телефона нет памяти. Вот я с того же места, откуда закончил снимать предыдущее, кусочками только дает. Дальше вот снимаю. Вон Волга. Здесь и гора такая с севера закрывает. Банька тут у меня. Я хотел вам показать абрикосов схода. Абрикосов. Вот они красавчики. Фаина такая вот пошла прям. Вот из-за того, что он сейчас перечисляет, мои культурные сорта, сортообразцы клоны, из-за них вот это вот письмо, вот этот фильм будет иметь особое значение. Запоминайте название культурных абрикосов Железова. Клонов Железова. Чтоб не придирались. Не сортов, а клонов. Потому что потом будет особое письмо от оппонента. Так, ага. Снова не захотела. Памяти у телефона. Бывает у людей нет памяти. Кусочками только дает. Дальше вот снимаю. Вон Волга. Здесь и гора такая с севера закрывает. Банька тут у меня. Я хотел вам показать абрикосов схода. Абрикосов. Вот они красавчики. Фаина. Фаина. Такая вот пошла прям. Так, классно. Смотрим следующее. Барахлить телефон никак не могу, извините, вам отправить. Так, вот Фаина. Это абрикосы. Косточки, которые вы прислали. Сходят. Вот Асапти. Академик пианиста. Академик пианиста. 100 грамм и более. Так, это Академик. Вот, какой красавец здоровый. Вырос уже. Академик тоже. Так, посмотрели? Посмотрели. Сейчас посмотрим, что там еще он мне. А, сопроводительное письмо. Валерий, кстати, извините, уж не могу больше видео отправить. Хотел заснимать абрикосы, еще кое-что показать. Вот. Ой, да телефон. Паники нет у меня. Ругается. Все, говорит, хорошее. Хватит снимать. Вечером почище, завтра еще поснимаю. Просто сегодня природа очень красивая. Тут так, как по-солнечко, тучки. И вечернее такое солнышко приятное. Спасибо. Поэтому, хотел послушать, извините, уж что, если поздно. Ну что, друзья. Есть у меня особая папка. Называется «Мои сорта в чужих садах». Так, слово «чужие» у меня самого слух режет. Че. Чу. Три буквы наберу. Чу. Ж. Чуж. О. Фото плодового железа в чужих садах. Я вам показывал несколько раз. И сейчас вы поймете, о чем пойдет речь. Дело в том, что недавно снова аукнулось. Итак, перед нами великолепная коллекция того, ну, начинаем с того, что вот это растет у меня. Так вы поверите, друзья, что нашлось несколько садов, где мои клоны крупнее моих. А. И часть снимков сделана после того, когда были посажены косточки. Потом ничего не проявалось. Вот это вот все чудо из чудес. Это огромная, необыкновенная коллекция. Мне бы вам в одном месте бы остановиться. Вот, ну, тут есть суперспециалисты. Вот, Макаров, там, Мезинов, там, это, вот, Кантауров. А вот это вот, вот это вот, моя милая, я ее дочкой называю, Кузнецова Екатерина. Вот, подружились. Еще девчонка была, совсем девчонка, которая взяла и сделала мне сайт. А я ей косточки выслал. Ей, компьютерщику, современной девушке, на черт-то ей надо было. Нет, она вырастила. Из косточки Фаина. Ну, 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 ну. Я же даже волнуюсь. Вот. Потом она стала уже, ого, ого. Смотрите, какая у нее наблюдательность. Но мы это проходили. Хотите, простите потом, вернитесь к этому. Вот это вот, косточки Фаина. Ладно. Потом прогремели, эти самые, бррррррррр, эти самые, лучше было. Сейчас покажу вам. Вот это вот было. Но это не конец истории. Я бы не стал бы возвращаться. Уже все понятно. Ольга Исакова, как этот говорил, Екатерина, ты была, не права. Это когда подарили американцам Аляску. А она-то для чего вот это написала? Человек люто меня возненавидел. Почему? Потому что мой брат Юрий, а есть такое, это чисто бывают такие качества, переводить на русский язык, сам дурак, он ее как бы хотел поставить рамки, чтобы она не учила уничтожать вот такие вот, смотрите, вот такие вот ветки боковые, когда вместе с тремя боковыми ветками убирается 80% кроны, остается 4 страшные раны и 20% вертикального побега, вот. И вот когда он ей пытался как-то сказать, ну нельзя так, ведь там миллион сто тысяч подписчиков на том канале, нельзя, что вы думаете, вот. Да, Ольга решила, что мы сейчас, сам дурак, это я теперь уже. Итак, у нее нашлось, это вот это, вот это вот, вот это вот выражение, оно из интернета ей взято, вот. Ему примерно 90 лет, а значит 90 лет ничего не делалось, вот. А почему? Дело в том, что я вернулся к этому по той простой причине, что недавно мой брат Юрий Владимирович Железов, мой брат недавно взял и еще раз разместил мой каталог с косточками, да, покупайте, и тут же дички, 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 вырастут дички. Знаете, как обидно? А доказать там бесполезно. На каждом крупном там сотне тысяч миллионов просмотров, это не то, что у меня там их несколько сотен, обычно просмотров на каждом этом фильме, вот, сотен, не тысяч, а сотен, вот. Там обязательно есть свои лидеры. Вот эти лидеры, они никогда, как я понял, потому что он же то же самое написал, ему ответил, что и она, что вырастут дички от Железова. То есть это не случайно. А Ольга Исакова, она выпускница Тимирязевки. Ее поддержала вторая выпускница Тимирязевки. Это, получается, уже система. Значит, их преподаватели Тимирязевки вот этому научили. Вот передирать из интернета, вот это вот, это она смогла. Я потом нашел это выражение про вот это вот. Это я нашел сам. Это не трудно. Ей тоже не стоило труда. А зачем? За него уже, за Исакову, там, за ее этих самых, таких же точно, якобы, специалистов, давно решили. И Исакова решила не садить косточки. Зачем? Она сама обманулась. Сама. И теперь обманывают сотни тысяч людей. Вот что страшно-то. Я уже ее давно оставил в покое. Она уже даже взмолилась. Вот. Но дело в том, что она ни разу нигде написала, что я не права. Когда вот это вот, все, вот это прозвучало, вот это вот. Ладно, не полезу. Нет, полезу. Нет, не полезу. Вот. Ей-то что оставалось-то делать? Ей надо было, ну, хотя бы зайти сюда, посмотреть. А может, это правда? А? Ну, если ты ученый, ты должна, обязана сомневаться. Обязана. Вот. А ей сомневаться не пришлось. За нее уже все решили. И вот давайте еще раз спросим. Почему? После того, когда теперь уже моего брата поправили, у Железова будут опять вот то же самое, что тут, а там другой человек. А ему это вбито в башку на всю оставшуюся жизнь. А там опять сотни тысяч просмотров. И опять люди обманываются. Они же не станут покупать косточки, чтобы вырастить. Зачем, я вас спрашиваю, гражданин, ну, Антон, уже по-дружески, почему, Антон, вы взяли вот это все сделали? Почему вы посадили академика? Академика уже другой академик, потому что они отличаются. Фаину ту же самую, что вот моя дочка Кузнецова, теперь уже, правда, Карташова. Вот. Почему вы это сделали? Зачем вы это все посадили? А? Ведь это же дички вырастут, ну. Вы понимаете, против меня выпускница Тимирязевки, ну. Ее подруга кандидат в наук. Шесть изобретений. Да что же это такое? Ну, допустим, мы сейчас с вами, еще раз прощем, извини, Ольга, извиняться не стало, исправляться не стало, я тебе уже сколько лет прошло, извини, на ты, мне 73 года, ты для меня девчонка, сколько бы тебе ни было, значит. я тебе это сказал, я вам косточек, сотню любых косточек вышлю, простите, уже, уже сейчас бы зацветали. Ну, из-за вас-то вот это идет по всей стране, вы не одна такая. Ну, находиться на популярном сайте, где миллион сто тысяч на тот момент просмотров, сейчас же поди полтора, этих подписчиков, сейчас же поди полтора миллиона, а у меня против полтора миллиона, тринадцать тысяч, как мне переграть это все? Как сделать так, чтобы у людей вот эти были? Вот. У всех были. Это не просто так, это огромный материал, изучайте. Здесь фотографии, здесь адреса, здесь фамилии. Изучайте, изучайте, изучайте. Вот. Я тут как-то каждую пытался прокомментировать. Три фильма комментировал, даже половину не смог. Половину из этого, из косточек выращено, из косточек. А, Ольга? Сейчас опять скажет, прекратите меня преследовать. Ну, ответь ты, скажи, что не про вас. Или давай наоборот. Нет, я стою на своем. Это вот все случайно, это все вот, это все случайно, это все случайно, это все случайно, и это случайно. Вот. Тут половина из косточек. Это все случайно. И персики из косточек, и абрикосы из косточек, и сливы из косточек. Сливы даже меня удивили. Из косточек 50-60 грамм. А? Как вам это? Все, друзья. Возвращаюсь. Чуть не сказал, кому. Вот, смотрите. Что она теперь, я успокоился. Цитирую Ольгу. Если бы в каталог был написано, что косточки от сортов, а вы знаете, что косточки от сортов обречены действительно на смерть? А почему мы и не замерзаем? А позади 40 лет работы какой? По совмещению, такому совмещению. Еще раз. Если берутся косточки, у них, как правило, два родителя. Я не беру там персики, один персик может прекрасно плодоносить, и без родителей, без второго. Но как абрикосы, как правило, два родителя. А мы же упор-то делаем-то все. На абрикосы, все эти споры, копья ломаем вокруг абрикосов, согласны? Согласны. Значит, что получается? У каждого два родителя. Как правило, берется. Я уже... Оля, я вам лекцию читаю. Вам не дочитали преподаватели? Или, может быть, вы в это время думали о мальчиках? Я не знаю, о чем вы думали. А преподаватели не виноваты. Но они должны были вам сказать. Значит, один родитель, как правило, похоже качеством, но очень морозостой, понимаете? Скорее всего, он севернее жил. До Саития. Слово Саития, знаете, наверное. Вот. А второй южанин. Шикарнейший вкусный сорт, но замерзает, где-то перейдя границу России. Или хотя бы попадая в эту, в Срединную Россию. И получается Саития, теперь получился потомок. Четыре варианта. Мы хотим, чтобы он был и морозостойкий, и вкусный. Раз. И вкусный, и живет, и ничего ему не делается. Это, кстати, мой вариант. Можете мне там быстренько скидывать, если на Нобелевскую премию. Я шучу. Вот. Второй вариант. Может получиться худшее качество от каждого. И не морозостойкий, и не вкусный. Третий вариант. Вкусный, но не морозостойкий. Четвертый вариант морозостойкий, но не вкусный. Нам он ставит рука, надо, чтобы было. И вкусный морозостойкий. Я этого добился. Я сейчас только листал эти самые, свою папку особую. Так. Мне поверил Антон. И теперь у него все эти кустыки растут. Мне поверила Кузнецова. Возилась же сколько девчонка, которая не в зуб ногой вырастила эту, фойну мою. А меня зацепило, что он тоже фойну вырастил в том числе. Вот. А я говорю, что там уже все. Уже сохранились сортовое качество и морозостойкость. Несколько поколений. Но свои не менторы. Особый случай. Просто наука в лице вот вас таких же точно не хочет знать. Всегда отстает больше всего академическая наука. И отстает больше всего преподавательско-профессорская наука. Тридцать лет назад. Ведь сослалась же Ольга. Вы смотрите. И вкусный, и морозостойкий в одном лице фотографии показывал. Это означает, что это вегетативные гибриды. Вегетативные. А вы тут же рядом. Что вы мне в другом письме написали? Мне или Юре, брату? Что это у Железова ложь и мошенничество? Нет, не так. Там мы написали вегетативную гибридизацию, лженаука. То, что Железов проповедует. И то, что Железов открыл, открыл, открыл. По новой, может, открыл. После Мичурина. Тогда затоптали тех ученых. А я открыл по новой. Вот. Андрей, я помню. Спасибо. Без пяти десять. Да. Так, собирается команда ехать в деревню. Итак, продолжаю. Вот. Получается, что, не имея понятия, сославшись, скопировал, что лженаука вегетативную гибридизацию, она сослалась на... Как там было? Тридцатые, пятьдесятые годы. То есть, прошло девяносто восемь, девяносто лет. С тех пор. И она на это ссылается. Вот. Теперь, почему я зацепился за это пятьдесят слов? Я пробую его по-другому рассказать. Если бы было написано, косточки от сортов. Да, это не сорта. Не сорта. У меня завтра вебинар. Сегодня воскресенье. Двадцать первый. Двадцать второго вебинар. Я покажу, ну, только опять очередной, там, тридцать какой-то пример, сорок какой-то пример. Как они меняются? Как? И они обязаны меняться. Потому что изменения, это еще приспособление. В данном случае, подсибирский жесткий климат. И это должно быть. И бывает не обязательно в лучшую сторону, что я в Мичуринске довел с тридцати грамм, ну, правда, с помощью этих, прививок нескольких, до ста грамм. А бывает и наоборот. И это все надо знать, но этим надо пользоваться. И вот получается как. Вы меня вот здесь припечатали. Вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления сортов, как сорта. А это обман и мошенничество. Друзья, я хоть кого-то обманул? Я что, сказал Антону, что у вас вырастет тость такой же, вот такой же, как фаина, как у меня, 100-граммовая? Да нет, конечно. Вырастет 30-граммовая, 50-70. Где я кого обманул, а, Ольга? Это не обман, это просто приспособление. А потом может быть 30, а на следующий урожай 40, следующий 50. Устаканивается, идет приспособление. Но это все знают, зачем было вспоминать эти самые дремучие цитаты брать. Не передаются сортовое качество перегенеративного производства. Да этим-то и я прославился, что если бы передавались бы, оно было бы мертво, они бы замерзли. Поэтому не передаются. Посадили два самых выдающихся абрикосовода России за все века и народы. У них первые же сады с культурными косточками. Вымерзли. Нет, не так. Ну, считается, вымерзли. Погибли полностью. Вот с этого все и начиналось. И вот тогда и родилась, что не передаются. Потому что как можно передаться, если он мертвый? А, Ольга, дошло? Вот. Ну и, наконец, из этих косточек моих. Вот то, что Антона я показывал. Вон у него зашли фаины, у него зашли академики. Выросли дички и жердели. Вот. Ну и, наконец, чтобы меня до конца припечатать. Смотрите. Люди вам верят, выкладывают по тысяче рублей. Больше половины я высылаю подвойные. Манджурцы и сыновья манджурцев. На них потом можно привить эти 100-граммовые. Так. Помните это самое? Вот так, чтобы получить вот это вот. Никто вам не мешает. Пожалуйста. Еще раз. Никто вам не мешает. Это я уже листал вниз. А сейчас я верну наверх. Вот. Никто вам не мешает. Вот, кстати, наш этот англ-хранитель садоводов. Видели? Вот. Наш национальный герой, монаха Шлябя. Который погиб в Куликовской битве. Вот. Видите? Вот привьете. А я такие продаю. У меня сейчас я их выброшу. Я их продавал по 100 рублей. Калечил деревья. Сейчас последние, ну, сотен. Я покажу потом в фильме. Сожгу последние. А, жечь запрещают. Короче, будут просто лежать и гнить. Последние 200-300 черенков. Там все вот такие вот. Ну, почему нельзя у меня купить подвойные, манчжурцы и их сыновья. И потом привить вот эти. Ведь я же ни одному человеку не отказал в черенках того же академика. Кстати, это уже не академики. Они так похожи на академика, как я на эту самую, на статую Давида. И вот получается, то есть, я имею ввиду фигуру. Так вот, значит, этот момент уловили, надеюсь. Уловили. Теперь, чтобы нам хорошо закончить, вот она. Видите? Люди вам верят. Это еще один камень. Это уже нет. Это комок грязи. Люди вам верят, выкладываются за них по 1000 рублей. Вы из-за этого не извинились. Почему нельзя было сказать, что это 1000 рублей не за косточку? Друзья мои, я в течение зимы продавал. 40 косточек за 1000 рублей. Вам что, сатвиз, пусть не все взойдут, сатвиз 23-30 абрикосов за 1000 рублей. 8000 рублей стоит саженец яблони, финских яблок. Кстати, они очень качественные по вкусу. Из, на рынках Ленинграда, рядом, там несколько десятков километров, переехали границу. 8000. Я предлагал 40 косточек. Это 20-30 саженцев. Вы видели, как сходят у всех? Видели, нет? Я же вам показываю на каждом вебинаре. Сейчас же время всхожисти. Вот. Сразу огромный сад. Потом я начал продавать 50 за 1000 рублей. Потом, сейчас последнее, сколько я продавал? 100 косточек за 1000 рублей. 10-10 рублей. Зажигалка 30 стоит. Самая дешевая. Вы представляете? И вы меня не уважаете. Как вы меня размазали? Вы хотите, чтобы я уважал. Вы знаете, это же уже провокация. Вот так хотелось. Обида была лютая. Ее выставили за то, что она... Я бы то дерево показал, вы бы сейчас плакали бы, которое она потребовала отрезать. Четыре толстые боковые ветки. Одна из этих четырех веток толстых боковых равнялась по диаметру основной ветки. То есть я прикинул, 80% кроны должно... Она даже не поняла, что она посоветовала. Вот взять вот это вот. И вот из этой обиды взять и отомстить. Вот это провокация. Почему я опять к этому вернулся? Нет у меня косточки по 1000 рублей. У меня было, я продавал по 100 рублей эту косточку персика. Так извините, с этой косточки у нескольких моих друзей за 4-5 лет выросло такое. А я вам уже это показывал, что такое. Вот вам и 100 рублей. Ну, в общем, я заканчиваю этот разговор. Его бы я и не начинал, если бы не одно но. Брат полез еще в один крупный этот самый. Самый разместил там, чтобы как-то у меня хоть брали бы вот эти... Я сейчас уже сырые не продаю в песке. Потому что время вышло. Лето наступило на большей части России. Вот. И теперь только сухие. Ценную назначил скромную. 15 рублей косточка абрикоса, слив вишен. Семечки по десятке. И вот получат... Сухие, подчеркиваю. Они сохраняют все качества прошлогодние. В том числе и схожесть. Вот. Не мешайте. Ольга, не мешайте. Вы сейчас бы встали на мою сторону и сказали, ну, погорячилось, ну, поторопилось. Ну. Ну что, на этом будем заканчивать. Влез мой брат туда, в чужой монастырь. Ну, там, конечно, его, может быть, не оскорбляли, как вот здесь вот. На этой... Оскорбили вот здесь вот. На этом форуме, или как он там. На этом канале. Вот. Но все равно, тут же человек сказал. Тысячу людей эту переписку смотрят. Не будет ничего. И опять, и опять это... Может быть, там не было слов обман шарлатанства? Как Ольга про меня, про Железову. Я обманщик, я шарлатан, да? Вот. Но вот это же опять было, что не передаются. Вырастает дичький жердель. Опять это было. Ну, сколько можно? Все, друзья, до свидания. Доклад окончен. Покупайте мои семена, семечки, косточки. Отвергла Ольга, отвергла Наталья ее, это самое, как ее назвать-то, человек, который поддержал ее, который тоже верит, что от перекрестного пыления вырастут эти самые жердельные дичьки. Проверять не стали. Тысячам людей, а если брать в страну, миллионам людей голову за это запудрили. Так запудрили, что из-за этого и стоим, не двигаемся вперед. Все, до свидания. До свидания.